А вы знали, что гуси часто летают в перевернутом состоянии? Птица поворачивает шею и голову таким образом, что со стороны можно подумать, будто это обычное положение. Ну а на самом деле гусь переворачивается и выворачивает шею на 180 градусов. Вот такой летающий крендель. Это называется перевернутое планирование и помогает гусям сбросить скорость и приземлиться быстрее, чем в обычном положении. Некоторые ученые также считают это способом избегать опасных животных и легче находить пищу. Другие исследователи утверждают, что гуси могут выполнять этот впечатляющий трюк для развлечения. Возможно, им просто нравится выпендриваться. Утки могут заниматься серфингом. Они делают это, когда хотят выловить еду из волны или быстрее двигаться по воде. У птиц нет рук, чтобы грести, но они все равно не могут устоять перед хорошей волной. Когда наступают жаркие дни, пчелы улетают, чтобы найти реку или пруд и собрать капельки воды. С этой водой они возвращаются в улей, чтобы другие его жильцы могли охладиться, освежиться и попить. С возрастом у людей остается меньше друзей, и мы становимся более разборчивыми в общении. У шимпанзе есть свои привычки в дружбе. Животные постарше обычно вовлечены во взаимную дружбу. Две взрослые обезьяны часто сидят вместе и ухаживают друг за другом. Но молодые шимпанзе с большей вероятностью образуют односторонние отношения. Одно животное ухаживает за другим, которое не реагирует. Голуби могут научиться отличать настоящие слова от тех, которые не имеют смысла. Был проведен эксперимент, в ходе которого ученые показывали птицам слова из четырех букв и приучали их клевать эти слова. Или клевать определенный символ, если это было четырехбуквенное псевдослово. Например, пурс. Голубям удалось пополнить словарный запас почти на 60 слов и более чем на 8 тысяч псевдослов. А еще голуби сильны в математике. Эти птицы не кажутся умными, но они находятся на одном уровне с обезьянами. В одном исследовании голуби должны были сравнить девять изображений. На каждом было разное количество предметов. Голубям удалось ранжировать изображения по количеству объектов. Значит, они умеют считать. Люди обычно воспринимают жирафов как один вид, но на самом деле существует четыре вида этих животных. Точно так же, как бурые медведи. Это не то же самое, что белые медведи. Четыре группы жирафов были разделены на один-два миллиона лет. И нет никаких свидетельств того, что их гены перемешивались. Дельфины издают широкий спектр звуков, включая свист, щелчки и пронзительные крики. Они используют их для общения друг с другом, а также для эхолокации. Это процесс, когда животное испускает звуковую волну. Она отскакивает от какого-то объекта, создавая эхо. Это предоставляет дельфинам информацию о размере объекта и расстоянии до него. Дельфины могут слышать звуки на расстоянии до 24 километров. Большинство мух не слышат так, как мы. Их тела слишком малы, чтобы иметь развитую слуховую систему. И все же они могут различить стрекотание сверчков. Мухи способны точно определить источник звука, как и другие живые существа. Но они не слышат некоторые вещи. Например, собственное жужжание. Выражение «потеть, как свинья» не имеет смысла, потому что свиньи вообще не потеют. Ведь они рождаются без потовых желез. Если им нужно охладиться, единственный вариант – найти лужу грязи и как следует в ней вываляться. Оказывается, бывают зебры в горошах. Это большая редкость и результат генетической мутации. Зебры с такой окраской хуже отпугивают насекомых, например, шершней, чем обычные зебры с полосками и более заметны в высокой траве. Вороны чрезвычайно умны. Они могут распознавать и запоминать человеческие лица, так что лучше не делать им гадостей. Эти птицы орут на тех, кто причинил им зло. Но если вы им понравитесь, они могут подарить вам какие-нибудь безделушки. Среди птиц только у попугаев мозг больше, чем у воронов. Вороны используют умные способы добывания пищи. Например, они бросают грецкие орехи перед движущимися автомобилями, чтобы транспортные средства разбивали скорлупу. А еще у них отличная память. Они никогда не забывают о своих тайниках с едой. Бывают улитки с волосатыми раковинами. Благодаря такой особенности улитка может прилипать к влажной траве и листьям. У медведя-гризли такой сильный укус, что он может раздавить шар для боулинга. Сила его укуса составляет 8000 паскалей. Но есть животные, у которых укус еще сильнее. Это гориллы, тупорылые акулы, ягуары и нильские крокодилы. Берегите пальцы! Крабы-призраки рычат и используют зубы, которые находятся у них в желудках. Крабы сначала пытаются защититься или отпугнуть других существ с помощью клешней. Если это не срабатывает, они начинают вести себя как собаки и рычат. У муравьев есть встроенный шагомер. Внутренний механизм, который помогает им отслеживать, где они находятся и как долго путешествуют. И всегда находить путь домой. У жирафа довольно длинный язык, до 50 сантиметров. Благодаря этому животное может лакомиться самыми сочными листьями сверхушек деревьев. Язык у жирафа темно-синий или темно-серый. Видимо, этот цвет обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей и предотвращает солнечные ожоги. У жирафа меньше шейных костей, чем у ленивца. У него длинная шея, но всего 7 позвонков. В то время как у ленивца их 10. Ленивцы – одни из самых медленных диких животных, которых только можно найти. Но они очень искусны, когда дело доходит до плавания. Эти существа плавают в 3-4 раза быстрее, чем передвигаются по суше. Им нужен этот навык, чтобы выживать, потому что они живут в тропических лесах, которые время от времени затапливают. Пчелы могут летать выше Эвереста, высота которого почти 9000 метров. Медоносные пчелы иногда держатся за свои лапки, которые похожи на крошечные крючочки. Насекомым нравится делать это во время сна. У кузнечиков есть уши с каждой стороны их первого брюшного сегмента. Другими словами, их уши находятся на животе и спрятаны под крыльями. Эти уши представляют собой мембраны, которые вибрируют при воздействии звуковых волн. Они позволяют насекомым слышать брачные песни других кузнечиков. У пингвинов, похоже, есть встроенные очки для защиты от воды. Под водой они видят намного лучше, чем на суше. Это удобно во время охоты в темных, мутных водах. Обычные размеры пингвинов от 40 сантиметров до 1 метра в зависимости от вида. Но 40 миллионов лет назад они вырастали почти до 2 метров и весили около 115 килограммов. Слоны не умеют прыгать. Да, у них много замечательных особенностей. Например, отличное обоняние и сложная социальная жизнь. Но у этих нежных гигантов совсем не гибкие лодыжки и слабые мышцы голени. Это еще одна причина, по которой бег на длинные дистанции для них так труден. И хорошо, что слоны не летают. Кенгуру здорово прыгают, но не могут ходить задом наперед. Когда эти животные прыгают, они отталкиваются от земли обеими ногами одновременно. Массивный мускулистый хвост помогает им сохранять равновесие. Таким образом, кенгуру продвигаются вперед и высоко прыгают. Но именно это мешает им двигаться назад. Кстати, эму, пингвины и аллигаторы двигаться назад тоже не могут. Белые медведи вовсе не белые. Их кожа черная, но волоски, покрывающие их тела, прозрачные и полые. Попадая на мех, солнечный свет оказывается в ловушке внутри этой полой части. Кроме того, к меху прилипают частицы соли и действуют как светорассеивающий слой. Белых медведей практически невозможно обнаружить с помощью инфракрасных камер. Эти камеры реагируют на тепло, но мех белых медведей поддерживает ту же температуру, что и окружающий их воздух. У белых медведей есть уникальный способ сказать друг другу «Привет!». А они соприкасаются носами. Если один медведь ест, другой может подойти и коснуться его носа. Это все равно, что спросить «Можно присоединиться?». Кенгуровые крысы вообще не пьют воду. Эти маленькие животные обитают в штате Невада в засушливой местности со множеством казино. Они научились получать жидкость из семян и других продуктов и держаться подальше от столов для блэкджека. Прыгающая блоха может ускоряться быстрее, чем космический корабль. Это существо достигает высоты 8 сантиметров всего за миллисекунду. Тело блохи содержит эластичные вилки, которые позволяют очень быстро накапливать и высвобождать энергию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!